Не умеет наша кошка лаять, прошлогодний снег не может летом таять. Троняшкам Варваре Анастасии и Екатерине всего девять, но они уже вокалистки большой сцены. Сестренки рассуждают по-взрослому и знают о том, кто такой настоящий артист. Певец, который будет известный и будет выходить на всякие большие сцены, чтобы его узнавали. Участницы образцового вокального ансамбля «Смайл» Центра детского творчества «Металлург» стали лауреатами юбилейного 25-го фестиваля «Подснежник». Вместе с сестрами Мельниковыми званий лауреатов получили 100 юных дарований. На заключительном концерте, который прошел в Доме культуры «Заря», ребята представили яркие концертные номера и поделки декоративно-прикладного творчества. Вы видите различные поделки, вы видите различные рисунки. Делают они это вместе со своими родителями, мамами, папами, бабушками, дедушками. Делают своими руками от всей души. Ну и плюс, конечно, это прекрасные коллективы, это и танцы, это и песни, это и музыкальные номера. Для зрителей, которые пришли в Дом культуры «Заря» на заключительный концерт, приготовили сюрприз. На сцену поднялись дети лауреата фестиваля прошлых лет со своими детьми, учениками и яркими номерами. За 25 лет существования городского фестиваля детского творчества «Подснежник» в нем приняли участие почти 50 тысяч ребят. Около трех тысяч стали лауреатами. Поздравления со сцены Дома культуры прозвучали от главы Самары Елены Лапушкиной, представителей городского департамента опеки, депутатов городской думы и педагогов. Глава города отметила, что особое внимание развитию детского творчества уделяет губернатор региона Дмитрий Азаров. Своей стороны Дмитрий Игоревич сделал очень многое для того, чтобы талант каждого ребенка получил развитие. Я хочу пожелать всем добра и мира. И хочу пожелать, что ваше творчество как раз и учило этот мир становиться лучше и добрее. Конечно, здоровья, всего самого-самого доброго. Городской фестиваль детского творчества «Подснежник» проводится в нашем городе с 1998 года. Его целью является выявление и поддержка талантливых детей-сирот, ребят, оставшихся без попечения родителей, а также детей из многодетных и неполных семей. Многие творческие коллективы, участники фестиваля являются лауреатами и победителями всероссийских и международных конкурсов. А некоторые дети связали свою жизнь с творчеством, став педагогами по вокалу, хореографии, танцам и художественному слову. Лучшим из них сегодня вручили благодарственные письма от главы города, а лауреатам – дипломы. Ольга Павлова, Константин Головин. События.